Экономика страны развивается эффективнее, когда в системе работают высококвалифицированные менеджеры. В Кургане состоялось вручение дипломов участникам президентской программы подготовки управленческих кадров. Программа проходила на базе обучения КГУ в течение 9 месяцев. За обучение платили три стороны. Организация, которая направила своего сотрудника на повышение квалификации, областная администрация и Министерство образования. В этом году диплом получили 29 слушателей. На защите своих проектов они представили не только теоретические разработки, но и их реализацию на предприятии. Традиционно основные цели президентской программы – это подготовка квалифицированных управленческих кадров с учетом современных тенденций, предъявляемых топ-менеджерам, с учетом еще и сегодняшней ситуации, когда наши предприятия начали испытывать проблемы, связанные с мировым экономическим кризисом. Это, конечно, не могло не найти отражения в содержании программы. Те знания, которые нам дала программа – это вопросы маркетинга, менеджмента, экономики. Мы сейчас на более высоком уровне знаем эти предметы. Я думаю, что мы реализуем в наших предприятиях. Открытие нового клуба фельдшерско-акушерского пункта сельской библиотеки и центра татарской культуры. Все эти торжества состоялись в минувшие выходные в деревне Учкулева Альмениевского района. Праздник объединил татар и башкир, русских и казахов, другие этносы нашего края. Его итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей народов Зауралья и Северо-Казахстанской Ассамблеей народа Республики Казахстан. На улице Дружбы была открыта выставка декоративно-прикладного искусства. Прошла дегустация национальных блюд. Для маленьких гостей работала детская площадка «Планета детства», а журнал «Нафаня» провел конкурсную программу. На праздники выступили коллективы национально-культурных центров, прошли соревнования по национальной борьбе, скачкам, армрестлингу и другим видам спорта. Организаторами торжеств выступили правительство Курганской области совместно с Ассамблеей народов Зауралья при поддержке партии «Единая Россия». К другим темам. Местные дайверы занялись подготовкой любимого пляжа курганцев к купальному сезону. Одними из первых воды «Голубых озер» погрузились члены клуба «Электрический скат». О том, что они там увидели, расскажет Ольга Коренева. Тишина, красота и горы пивных бутылок. Столь контрастную картину увидели дайверы в подводной глубине. Впрочем, и в прошлом году она выглядела не лучше. Усилиями подводных добровольцев с пляжа вывезли целый грузовик бутылок и других отходов, найденных на дне. Сегодня для всех дайверов у нас праздник, День очистки водоема всемирного. И, к сожалению, менталитет наших отдыхающих не достиг того уровня, при котором после того, как отдохнули, весь мусор с собой взяли и увезли. Международный День очистки водоемов проводится во многих странах мира в течение 19 лет. В Россию этот праздник пришел в 2003-м. По причине суровых климатических условий его отмечают в первое воскресенье июня, тогда как за рубежом в начале осени. Сама идея создания электрического ската разнопланова. Подводные погружения – это и спорт, и удовольствие, и польза для людей, говорят члены клуба. Летние погружения ориентированы именно на очистку водных объектов. Участие в подобных акциях добровольное, но дайверы не упускают случая совместить приятное с полезным. Отдых совмещен у нас с полезной деятельностью. Поскольку мы тут живем в нашем городе и купаемся в наших же водоемах, мы же должны их очистить. Кто же больше нас это сделает? Не останавливают дайверов электрического ската и зимние морозы. Клуб организует экспедиции и пополняет историческую копилку региона новыми артефактами. Такими, как кости древних животных, когда-то обитавших на Курганской земле. Недавно, например, экспозиция местного краеведческого музея украсилась многотысячелетней костью мамонта, извлеченной со дна реки Табол. Ближайшая перспектива – достать со дна еще и зубы настоящих реликтовых акул. Ольга Коренева, Юлия Качарина, Евгений Пантелеев, телекомпания «Регион-45».